Родители очень четко, особенно мама, если она действительно любит своего ребенка и занимается его воспитанием, очень четко может заметить тот момент, когда ребенок немножко отходит от родителей, то есть нет вот такой близости душевной, когда он становится скрытным, когда он приходит домой и старается уйти в другую комнату, чтобы с ним не общались, или идет в ванную комнату, закрывается, когда у него меняется круг интересов, то есть он бросает кружки секции, появляются какие-то новые друзья, которых он не хочет приводить домой, знакомить и рассказывать о них, какие-то скрытые телефонные разговоры, когда он старается уединиться и не говорить про это, возможно находятся какие-то вещи, это может быть очень хорошие вещи, качественные, которые ребенок будет говорить, что дал ему кто-то поносить, это нужно обращать внимание, потому что иногда таким способом мы можем увидеть тех ребят, которые начинают торговать наркотическими веществами и за это получают деньги, но конечно в первую очередь это страдает поведение ребенка, то есть ребенок становится беспричинно, иногда агрессивен, иногда он может долго спать днями, ночами бессонница допустим, вот это все должно привести к тому, что родители должны забить ремогу и обратиться к подростковым врачам-наркологам. Можно обращаться как вариант просто на консультацию к психологу, у нас есть психолог, у нас есть психотерапевт, то есть люди, которые работают действительно с детьми, у которых есть особенности, и они нацелены на это. Конечно, очень важно, чтобы они до нас дошли, потому что, конечно, мы оказываем консультацию родителям, в основном они по телефону звонят, реже приходят, сами обращаются, они говорят, что ребенок не хочет идти, поэтому иногда мы говорим, что придите к нам вы, но лично, не по телефону, и мы поговорим с вами для того, чтобы можно было что-то предпринять потом, потому что очень часто родители могут провоцировать детей на употребление. Иногда ребенок не может никак по-другому отреагировать на ситуацию, которая происходит в семье, и именно таким способом он пытается привлечь к себе внимание. Поэтому такой вариант помощи тоже возможен. Значит, ну, самое главное, родители должны понимать, что до тех пор, пока ребенок официально не задержан и не приступил к черту закона, любая помощь оказывается анонимна. То есть родители могут не бояться приходить к нам и получать эту помощь. Помощь детям до 18 лет осуществляется бесплатно. Работа с психологом, с психотерапевтом у нас, есть отделение дневного пребывания, публитированные формы, если нужно, выдаются, статс-лечения, если необходимо, мы направляем. Все это идет бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...